Доброго времени суток, с вами Данила Рыжкин и после этого видео, скорее всего, я потеряю старых друзей и приобрету новых. Ну, посмотрим. Вы уже прочитали название, увидели превьюшку, поэтому сегодня вас ожидает длительный налог от меня. Я вот заварил себе кофейку в такую вот, какую-то странную покупную за копейки чашечку, буду еще курить. Мы не пропагандируем курение, употребление кофеина, алкоголя и так далее. Это просто часть моей жизни. Сегодня хотелось бы поговорить непосредственно о военных действиях, спецоперации или войне, хотя это так сейчас называть нельзя, которые происходят на Украине и хотелось бы поделиться своим, не то чтобы мнением, а наблюдением относительно истерии. Немного, совсем чуть-чуть копнуть в историю, ну и просто пообщаться с вами. И почему я считаю, что после данного видео некоторые люди от меня отвернутся? Ну потому что я знаю своих знакомых, друзей, с которыми мы иногда спорим, и с какими глазами они на меня смотрят, когда я включаю адвоката дьявола и поддерживаю того же самого Владимира Владимировича Путина. В данном видео я бы не сказал, что я буду его прямо уж очень сильно поддерживать, но поймете, когда до определенного момента мы с вами дойдем. Сразу хочу сказать, что видео будет сумбурное, постараюсь конечно без мата, постараюсь без длительных временных пауз, все-таки монтаж никто не отменял, но настраивайтесь на то, что вам скорее всего будет легче поставить меня, если вы смотрите с телефона где-нибудь рядом с вами, если это компьютер, то просто свернуть вкладку и слушать меня, потому что особого визуального ряда здесь помимо моего лица не будет, будет в основном мой голос, который надеюсь вам не надоест за то время, которое я сейчас на себя, на вас, на камеру просто потрачу, надеюсь не впустую. Итак, начну с главного тезиса, который меня сейчас интересует, истерия вокруг которого идет, это то, что Россия виновата, Россия агрессор Путина, сравнивают с Гитлером, чуть не сказал со Сталиным. Давайте разберем этот момент, этот тезис, для этого как раз я хотел бы сначала немного углубиться в историю, для того, чтобы объяснить вам свою позицию и возможно, чтобы вы посмотрели на то, что сейчас творится, немного с другой стороны, потому что мы все живем в 21 веке, и помимо войны, которая может происходить через автоматы, бомбы, истребители, грады и так далее и тому подобное, естественно идет информационная война, естественно идет война через СМИ и промывание мозгов. Это тоже еще такой момент, на котором я буду останавливаться относительно промывания мозгов. А давайте я сначала с этого начну, потому что меня от него больше всего бомбит, потому что когда только началась вот эта спецоперация, весь мой инстаграм был заполнен историями, что нет войны, выходите на митинги, протестуйте против вашего правительства, свергайте Путина и так далее. И это выкладывали люди, которые не живут в России. То есть они не живут в России, они выходят на свои митинги во Франции, в Германии, в Англии, в Польше, в Нидерландах, в Америке, в Австралии, где угодно, в Австрии, в Италии, Испании, всех стран не вспомнишь. И они такие, выходите на митинги, вот мы вышли, вот нет войны. Смотрите, если вы такие смелые, приезжайте к нам в страну и выходите на эти митинги и ждите реакцию от власти, которая будет незамедлительной, потому что данный митинг, мы сейчас не будем говорить о его законности и незаконности, он напрямую показывает вашу неприязнь и отрицательное отношение к власти. Соответственно, власть будет себя защищать и разгонять вас. И разгонять она будет вас, не гладя по голове. Мы все это прекрасно знаем. Всегда разгоняют, не гладя по голове. И вот будете вы такими смелыми выходить в России на такие митинги, подставляя свои головы. Вот мне очень интересно, будете ли вы такими смелыми. Приезжайте-ка к нам, выходите на такие митинги, а? Попробуйте. Да ничего вы делать не будете. Дома вы будете сидеть, продолжать работать, пытаясь сохранить свое рабочее место, чтобы заработать денег, чтобы не умереть с голоду. Да, как бы человек в такое особенно время, он должен думать о том, как свой капитал сохранить, возможно, его приумножить, ну или хотя бы его не потерять. А не вот этими глупостями заниматься. А почему это глупость, мы к этому сейчас как раз и перейдем. Особенно радуют люди, которые кричат, выходите на митинги, которые в свое время наворовали, а-ля заработали капиталы и свалили из страны. А это вообще вот это вот меня больше всего радует. Ну, тебе не то чтобы терять нечего, тебе живется хорошо. Естественно, ты можешь тратить свое время на то, чтобы пойти с плакатом на улицу. Да? Ага, это такой намек на Евгения Чичеваркина, человека, который мне нравится, как он говорит, в медиапространстве, но относительно некоторых во взглядов, а особенно либетарианских, у меня очень большие вопросы. Ну да ладно, небольшой экскурс в историю. Не курите, это вредно. Особенно вот такую херню. Если уж курите, курите сигареты. Сигареты для мужиков, все остальное для педиков. Я исключение. Итак, экскурс в историю. Начнем с Евромайдана, который длился с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и привел к незаконному свержению власти на Украине. Я сейчас не буду во все детали углубляться, потому что тогда ролик будет, я не знаю, на несколько часов. Вы можете сами пойти в интернет, посмотреть статьи зарубежные, наши украинские вообще, в принципе, репортажи, и посмотреть, к чему привел Евромайдан. И никто не скрывает того, что это было свержение власти. Незаконное свержение власти. Потому что после Евромайдана не было легитимных новых выборов на Украине или в Украине. Нет, просто поменяли власть силой, незаконно. То есть не было даже такого, что было в начале 90-х, когда распался Советский Союз. Поехали дальше. Мы же сейчас говорим про ситуацию, которая связана с ДНР и ЛНР. То есть мы Крым сейчас особо трогать не будем. Поэтому идем сразу в Донецк и Луганск. Итак, после Евромайдана что происходит? ДНР и ЛНР объявили о своем суверенитете 12 мая 2014 года по результатам прошедших накануне референдумов, в ходе которых большая часть местных жителей высказалась за самостоятельность областей. Это важно. То есть мнение народа, демократия, которую мы все так хотим видеть, за которую мы так топим, и вы, те протестующие, за которые вы так топите, вот демократия. Так, за отделение Донецкой области от Украины, по данным организаторов, плебисцита, я извиняюсь, что я могу сейчас читать медленно и с ошибками, можно сказать, первый раз именно считываю это на камеру. Высказались 96,2% избирателей, за отделение Луганске 89,7%. У нас даже за Путина, по-моему, в последний раз меньше голосовало. Тогда же, 12 мая 2014 года, представители Донецкой Народной Республики обратились к России с просьбой о присоединении. Руководство Украины, страны ЕС и США отказали референдумом в легитимности. Официальный Киев пообещал привлечь организаторов голосования к уголовной ответственности. Ну, то есть, очень интересная ситуация у нас, да? Головной офис, который находится в Киеве, мы сейчас будем рассматривать Украину как компанию. Вообще, в принципе, страны, и всегда нужно рассматривать как компанию. К этому мы тоже обратимся. Головной офис меняет своего президента, генерального директора, незаконно. И, соответственно, он не имеет никаких оснований о какой-либо власти. Ну, если так вот логически, да? По-человечески посудить. Но при этом он ту же самую демократию, которая вдруг начинает образовываться, он ее зарубает на корню. Прелестно, да? Замечательно. Соответственно, начинается гражданская война. Но, но. Еще один важный момент. Они не признают, хотят привлечь к уголовной ответственности именно организаторов. Важно, да? Организаторов. Но 16 мая 2014 года Генеральная прокуратура Украины квалифицировала самопровозглашенные Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику как террористические организации. То есть целые области, города и всех людей, которые там находились, их квалифицировали как террористов. Соответственно, страна Украина, которая получила на тот момент власть незаконно, через революцию, объявляет свою же часть, она не дает ей отсоединиться, оставляет при себе и объявляет их всех террористами. Замечательное положение дел. Вам не кажется, да? Далее интересный момент, который тоже должен внести определенную ясность происходящему и вообще относительно всей ситуации не только в стране, но и в мире. 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области был сбит Boeing 777. Там погибло, если не ошибаюсь, 218 человек. Это можете проверить. Это все, что я читаю, есть в открытых источниках. Хотя некоторые сайты почему-то заблокированы и нужно заходить через VPN. Возможно, кто-то постарался. Был сбит Boeing 777, направляющийся по маршруту МН-17. Точнее, МН-17. При этом по соседнему маршруту АФЛ-2074 в это же время Владимир Владимирович Путин возвращался из Бразилии, где он принимал участие в саммите БРИКС. И на тот момент вся общественность после того, как Boeing 777 был сбит, начали вешать это на властей ДНР. То, что это виноваты они. То, что это сбили они. А так как мы им якобы предоставляли военную технику, значит и мы с этим замешаны. Но по факту просто хотели избавиться от президента Российской Федерации и перепутали самолеты. То есть это тоже опять же признание того, что перепутали самолеты тоже есть в сети. Представьте себе, все, что хоть раз было записано и выложено куда-то, подтереть впоследствии уже невозможно. Это эффект Барбары Стрейзена, если я не ошибаюсь. То есть власти Украины по сути тогда хотели, ну не только Украины, Евросоюза и США избавиться от президента Российской Федерации. Как бы вам не нравился Владимир Владимирович Путин, согласитесь, это не совсем нормально. Якобы мы живем в 21 веке, никакой войны быть не должно. И на тот момент Россия не участвовала ни в каких военных действиях. Но президента хотят убрать. Просто сбив его самолет. Вот так вот. Ну и вот то, что я себе выписал, чтобы не забыть и не запутаться в словах именно. Что мы имеем в итоге? Что на протяжении 8 лет правительство Украины терроризировало ДНР и ЛНР, терроризировало мирное население, которое не хотело отказа от русского языка и принятия западных ценностей. ДНР и ЛНР, то бишь Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика в свое время захотели отсоединиться не только из-за того, что произошел Евромайданный переворот власти, то бишь Цветная Революция, если не ошибаюсь, что это называется, а из-за того, что новая власть Украины сказала, никакого вам русского языка, ничего вам старого, что нам от России досталось, вообще туда мы смотреть не хотим. Мы вообще в Европу пойдем и на все ценности, которые взращивались и из которых мы в принципе вышли, все, мы на них хер положили. Ну как бы вы поступили в таком случае? Скажите мне, пожалуйста. Я думаю, вы бы не особо обрадовались, если завтра приходите в свою организацию и вам говорят, знаешь, вот твои ценности больше здесь ничего не значат, ты теперь будешь работать под теми ценностями, которые мы даже в том трудовом договоре не обговаривали. Вот что вы сделаете? Я думаю, многие из вас уволятся, да, ну или как минимум пойдут качать свои права и пытаться стащить с такой организации денежную компенсацию. Я думаю, это логично. Так вот, зная эту информацию, это только часть, эта поверхность всего того мрака, что происходило на протяжении последних лет, какие выводы мы можем сделать? Что из-за Евросоюза, из-за Соединенных Штатов Америки на Украине произошел бардак, Украина позволила этому бардаку произойти, тем самым подвергла Российскую Федерацию опасности. Почему опасности? Потому что, вот почему мы взяли Крым, давайте вот вернемся, да, тоже к Крыму. Там был Севастополь, там были наши военно-морские базы, если бы Украина после Евромайдана полностью, как хотел, обрезала, да как и получилось, всю коммуникацию с Россией, никакого бы военно-морского флота там бы нашего не стояло, и мы теряем границу оборонительную. При этом, при всем, НАТО, которое обещало нам не сужаться, не расширять свои границы, оно продолжало расширять свои границы, выставляя свои базы. И если бы мы бы не забрали в тот момент Крым, там были бы натовские базы. Если рассматривать именно ДНР и ЛНР, здесь все очень просто. Там живет наше население, которое бомбят, которое уничтожают. В 2014 году на нас после взятия Крыма наложили санкции. Если мы бы тогда бы поддержали еще ДНР и ЛНР, возможно, санкций было бы еще больше, и нам было бы сложнее бороться с западным миром. Тогда Китай еще не так хорошо с нами общался и был не настолько силен. Мы были, ну, только выходили из кризиса 2008 года. Соответственно, это было не совсем выгодным. Сейчас у нас есть в партнерах Китай, точнее, мы, наверное, у него в партнерах больше. Мы более-менее восстановились относительно кризиса и, соответственно, ситуация, которая вот все это время продолжалась, почему-то все, блин, молчали. Она, естественно, подтолкнула нас на то, что, ну, вы продолжаете, уважаемые НАТО, Евросоюз, США и так далее, не соблюдать свои условия. Ну, тогда пойдем забирать то, что, в принципе, должно быть наше. Будем освобождать данную планету от терроризма, сохраняя, сохраняя, важно, свои границы, свои территории, сохраняя себя. Вот просто давайте немного войдем в ассоциации. Представьте, вот у вас есть сосед, который вдруг решил прорубить, например, стену, но он как бы не залазит к вам, но за место вот кирпичной каменной стены делает стеклянную стену и такой, ну, границы же сохранились, но теперь я буду за тобой смотреть. Я думаю, ничем бы хорошим для этого соседа это бы не закончилось, если это произошло на территории моей квартиры, моего дома. Понимаете, да, ассоциацию? Вот тут то же самое. Так, теперь немного адвоката дьявола и так далее. Про Владимира Путина. Я долгое время был против Владимира Путина как представителя правительства, при этом я прекрасно понимаю, что такой человек естественно никуда уходить не будет и в принципе отчасти не должен, потому что вот я, например, являюсь руководителем в компании. я не топ-менеджер, но я руководитель и естественно я буду держаться за это место, делать так, чтобы сохранить его, чтобы получать доход, опыт и развивать свой отдел. При этом у меня есть супервайзеры, есть обычные сотрудники, есть соседние подразделения и у меня есть вот свое понимание и взаимодействие. Владимир Путин такой же менеджер, который тоже сидит на своем посту и естественно не хочет это терять. те коммуникации, которые он проводит с населением, он проводит это также через своих назовем это супервайзеров, через своих линейных руководителей, которые естественно будут делать так, чтобы он был доволен, чтобы не получать от него нагоняев. Это простая система. Все страны нужно всегда рассматривать непосредственно как большие корпорации, как компании, как именно многоступенчатую структуру. Без этого логики поведения некоторых политиков будут просто непонятны. Ну просто большинство из вас и не руководители, они не знают что значит отвечать, что значит выстраивать и что значит руководить. Уж извините меня, не всем дано быть в этой шкуре. Многим вообще не надо туда лезть. Работал я с некоторыми ребятами, которые были руководителями просто потому, что так вышло и все у них рушилось. Нет, это должен быть свой склад ума. Так это я к чему? Это я к тому, что мне не нравилась его политика, потому что в рамках компании, если Российскую Федерацию рассматриваете, где генеральный директор Владимир Владимирович Путин, я как линейный персонал данной компании особых благ не получаю. В любой компании так, открою вам секрет, в любой. Так вот, если не так, если вы со мной не согласитесь, возьмите какой-нибудь Лукойл, у которого будет генеральный директор зарабатывать несколько миллионов рублей в неделю, и у них в компании будет также уборщица, которая будет зарабатывать несколько тысяч рублей в месяц. Что, не так, что ли? Всегда так. Ну, так вот, я как эта уборщица был, естественно, недоволен. Я и буду продолжать быть недовольным, это нормально. Пока я не стану олигархом, если стану, но это образно, я, естественно, буду недоволен. Потому что всегда хочется больше. Это нормальные качества человека, всегда хотеть большего. Главное, добиваться этого большего честно, да, и не зажраться. Так вот, но, рассматривая политику Владимира Владимировича Путина именно как внешнюю политику, особенно в данный момент, я согласен, что он делает правильные действия. Не он начал эту войну, это люди начали эту войну, это и мы начали эту войну, это в особенности украинский народ начал эту войну, который подвергся влиянию Запада, решил что-то поменять, но не вышло, как обычно. И то, что делает Путин сейчас, пытаясь сохранить нас как государство, это положительно. Да, будут санкции, да, санкции есть, да, это ударит по экономике, да, будет импортозамещение. Если этого бы не было, то мы бы просто поглощались капиталистическим ртом Запада, и было бы не такое бы резкое изменение, но в конечном итоге оно точно бы было. Ну, скорее всего. Ну, вот скорее всего. Когда одна компания поглощает другую компанию, да, это становится большей структурой, но дочка живет всегда хуже, чем мать. Поэтому, ребят, ну, я надеюсь, вам не надо разжевывать. Если вы досмотрели до этого момента, вы все-таки плюс-минус думающие люди. Весь разговор я затеял, ну, чтобы выговориться, да, чтобы рассказать о своей позиции, плюс-минус углубиться в историю и сказать то, что мы в данном случае можно сказать правы. Не нужно сейчас стесняться, что ты русский человек и живешь в Российской Федерации. Не нужно говорить, что тебе стыдно, тебе не должно быть стыдно. Если тебе стыдно, то вали из страны. Вот действительно, вали из страны, рви свой паспорт, забывай язык, выучивай новый и живи по другим правилам в другой стране. Вот делай тогда так. Будь честен, не ври сам себе, не будь лицемером. Окей? Все, замечательно. Поехали дальше. Ну, точнее, как поехали дальше, будем закругляться, потому что основную часть я высказал, теперь просто как бы подытожим, да? Почему я сказал, что возможно у меня станет меньше старых друзей, но придут новые? Ну, потому что, опять же, да, что я в самом начале видео сказал. Я очень надеюсь, что люди, которые меня посмотрят, которые сейчас не соглашаются с моей позицией, я надеюсь, что вы прям возьмете и перестанете со мной общаться, если вы мои зрители отпишетесь от меня и забудете про меня, потому что, ну, нам с вами не по пути, ну, сорян, как бы, извините, я человек думающий и анализирующий, а вы, как бы, нет, вы подвергнуты пропагандам всех мастей, вот, без критического мышления. Все очень просто, хотя я сейчас сам звучу как пропагандист, но, в принципе, любой, кто предоставляет свое мнение на определенное количество лиц, даже на одно, он пропагандирует свое мнение. Правда, пропаганда может быть фактами, а может быть не фактами, ну, вот, разбейте мои факты, да, замечательно. А, еще такой вот момент относительно людей, которые против путинского режима, которые против Российской Федерации и которые, скажем так, воспринимают больше пропаганду на русском языке, то есть, соответственно, это те люди, которые идут за Навальным. Сразу скажу, мне Навальный отчасти приятен просто именно как оратор, то есть, как человек, который себя подает как медиум-менеджер. Это прикольно относительно своей позиции, которую я раньше говорил, что вот, да, Путина нафиг, давайте Навального, будет изменение. Ну, во-первых, и глуповат был, ну, признаюсь, да, это во-первых. Во-вторых, все равно, опять же, я как уборщица в Лукоиле хочется изменения власти, что, возможно, будет лучше. Да, то есть, ну, все равно есть такой какой-то детский инфантилизм. Хотя, на самом деле, хочется самого себя во власть поставить, чтобы обогатиться и постараться, чтобы все остальные обогатились, в особенности свой круг общения. Ребят, все бы так сделали. Сейчас я мнение свое поменял. Можете сказать, что я переобулся, ну, знаете, кто не переобувается, то вот ноги воняют. Возьмите это на вооружение. Самое главное, это не каждые две минуты делать. Носков не хватит. Так вот, посмотрел недавно интервью людей из ФБК с Евгением Чичваркиным и вот эти люди из ФБК, они прям кричали, что мол, как хорошо, что у российских олигархов, олигархах, олигархов, все, заговариваюсь уже, как хорошо, что у них их имущество арестовывают, яхты забирают и так далее, и тому подобное. Вот ответьте мне, пожалуйста, господа из ФБК и люди, которые продолжают их смотреть, верить им и двигаться по вектору, который они построили. Каким образом забор тех же самых яхт, замораживание вкладов, забор, я не знаю, тех же самых компаний у олигархов российских сделает плохо правительству Российской Федерации? И как это сделает хорошо русским людям? Как? Да никак не сделает. Даже вот представим, что я хочу вводить санкции, вот я сейчас отказываюсь от всех своих слов, говорю, что да, санкции нужны против России, чтобы поставить страну на место, так надо будет вводить санкции против государственной машины, а не против людей, которые бизнес делают. И даже если вы вводите санкции против людей, которые держат бизнес, например, управляя госкорпорациями, так замораживаете лицевые счета госкорпораций, зачем отнимать имущество-то? И вы сначала докажите, что это имущество, например, я не знаю, наворовано, да, прямо докажите это мировому суде, чтобы это было признано и вообще всеми странами, тогда отбирайте. Что за идиотизм? И вот эти вот люди из ФБК, я их даже фамилии не знаю, но лица помню, вот эти вот жирные люди, которые точно живут намного лучше, чем их избиратели, которые им постоянно донатят, они прям искренне радуются, что у людей, против которых они воюют, забирают имущество. Знаете почему? Потому что любая партия, любая, ну, власть, любые люди, которые пытаются добраться до власти, все пытаются добраться, чтобы обогатиться, озолотиться. ФБК, это просто очередная партия, которая хочет свержения режима не для того, чтобы вы жили хорошо, чтобы они жили хорошо, а все вот эти вот красивые речи, это просто речи для избирателей. Все, все, и вот с такой позицией надо жить. На 99,9% в бесконечной степени процентов все, всех пытаются обмануть, чтобы в конечном итоге прийти к власти, к кормушке и захватить ее. Да, кто-то будет пытаться сделать что-то и на благо общества, но в первую очередь он будет это делать только ради себя и для себя. Вы что, серьезно что ли? Просто опять же, вспомните все рейды на ФБК, когда у них забирали ноутбуки, компьютеры, арестовывали их счета, как они визжали, что это неправильно, нельзя, вы что делаете? Но сейчас одни говорят, что это правильно, что надо забирать у людей их имущество. То есть, это лицемерие, двойные стандарты. Вот с такой позицией даже рупор российской пропаганды официальной, он более как-то приятен что ли? Он более честен что ли? А это никуда не годится. Вот я понял, что я горд собой, что за долгое время отчасти сначала активный, потом пассивный, потом средний, потом опять активный вовлеченности в политику, я все это переварил, побывал в разных лагерях, отстаивал разные точки зрения. Сейчас смотрю на это на все именно с критичной точки зрения. Никому не верю, кроме как фактам и цифрам. И сам собой иногда играю в адвоката дьявола, чтобы опять же для себя какую-то позицию выработать. И опять же рассматриваю все в рамках корпораций, что все это сотрудники, работники и кто как с кем взаимодействуют. Вот и все. Мне еще повезло, что я работал в больших компаниях, видел все крысиные бега и вот эти подноготные грязные игры, как кто-то хочет кого-то сместить, чтобы получить за него повышение и так далее. Вот в политике это все то же самое. Это как игры в песочнице морщинистых людей, как крысиные бега в больших корпорациях. Вот это все одно и то же. Если вы этого не видели, не работали, вам будет сложно понять. Если видели, работали, то проанализируйте то, что-то знаете и поймете мою позицию. Вам легче будет это все воспринимать и не реагировать на вот-вот-вот на то, что мы сейчас видим. А еще большой привет хочу передать блогерам, которые сейчас нет в войне. Вот это вот все вот этим всем усадчивым, поперечным, остальным вот этим людям, которые все-таки либералы, не либералы, перед этим жившие на деньги спасибо Ева от Кремля, которые кричат, что тут все запрещают. Ребята, вам вообще на Украину вход закрыт большинству из вас. Вы серьезны, что ли? Вы сейчас защищаете страну, которая при этом при всем всегда кричит, что мы такая свободная, но запрещает въезд в свою страну отдельных граждан, там, комиков, музыкантов. Вам что комики и музыканты сделали, товарищи украинцы? Что они вам плохого сделали, как физические лица? да ничего, вы просто нацисты, можно же так говорить? Нет? Меня обвинят? Нет? Не суть. Короче, давайте заканчивать, я надеюсь, данный ролик был вам полезен, я выговорился, наконец-то, вот, не особо хотел, но выговорился, ура мне. Подписываться на канал, не подписываться, ваше дело, комментарии приветствуются, лайки, дизлайки приветствуются, если вы не согласны с моей точкой зрения, можете меня оспорить, но лучше сразу уходить и вам здесь не рады. И это не потому, что я такой диктатор своего ютуб-канала, хотя я могу быть диктатором своего ютуб-канала, это мой ютуб-канал, не ваш. На этом все, я думаю, на этом все, и как всегда, не будьте нормальными, потому что тогда будете подвергнуты всеобщей истерии. О, чуть не забыл, про истерию. Сейчас, на момент записи этого видео, курс доллара 96 рублей и 60 копеек. То есть, доллар начинает падать относительно рубля. То есть, рубль мы, типа, укрепляем. Я, кстати, об этом говорил, что, ну, не на камеру, что мы, скорее всего, придем к коридору 85-90 рублей через месяц-полтора после начала обвала. Я просто помню 2014 год. Так вот, как я рад, что многие люди сейчас на этом потеряли, потому что я знаю, что очень многие люди побежали покупать доллар, когда он был на отметке 100-110, а сейчас они потеряли и будут терять. А знаете, почему я рад? Не потому, что я мразь, хотя нет, я мразь, конечно. Просто потому, что я не люблю людей, которые не учатся на ошибках и не умеют думать. 14-й год был недавно, была похожая ситуация со скупкой валюты, со скупкой техники, а сейчас все нормализуется, все войдет, ну, конечно, не как было раньше, но все равно лучше, чем вот в пиковые дни падения, и люди потеряют. И будут потом такие, ой, ой, да не ой, вспомните МММ, вспомните 98-й, 2008-й, все дефолты, 2014-й год. Если вы до сих пор не научились думать, значит, теряете, значит, другие заработают. Вот и все. Вот и все. Будьте рациональными. Всем спасибо. Всем дизлайк.